Обшарпанные стены, выбитые стекла, протекающая крыша. Такое наследство психотерапевтическому центру досталось от училища, которое располагалось в здании несколько лет назад. Конечно, эти неотапливаемые коридоры находятся за закрытыми дверями. Пациентов принимают в другом корпусе, который раньше был немногим лучше. Какие условия созданы в учреждении сегодня, в преддверии Всемирного дня психического здоровья, проверило руководство облздрава. В этот день мы обращаем особое внимание на проблемы жизни, реабилитации и лечения больных психоневрологического профиля. С момента переезда центра прошло уже два года. За это время специалисты смогли наладить прием в Алакжанах. Ежедневно приходят сотни. У кого-то психиатры уже выявили недуг и помогают с ним справиться. Для кого-то достаточно юстной консультации. Кроме тех 2-3%, которые заболели, заболеют, и это неизбежно, непредотвратимо. Все остальные психические расстройства относятся к категории тех, которые можно предотвратить. Для тех, кому требуется не только амбулаторное лечение, существует дневной станционар. Как для взрослых, так и для детей. Кстати, юных пациентов обычно проверяют, когда те отдыхают. Играют или рисуют, например. Самые частые проблемы, которые выявляют специалисты – гиперактивность и расстройство эмоций. Еще один этаж в скором времени отойдет под групповую терапию. Йога, оздоровительная физкультура, танцевальные практики. Нередко именно эти методы останавливают развитие болезни. Однако специалисты заверяют – одного лечения недостаточно. Человек с отклонением психики сможет себя почувствовать комфортно только тогда, когда общество его примет таким, какой он есть. Что за причина, по которой приходится лежать в больнице? Причина была в детстве, у меня во втором классе меня ушибли. Я две недели без сознания лежал. С тех пор, рассказывает Александр, у него постоянные провалы в памяти. Периодически отнимается рука или нога. Сейчас ему 55, и он официально трудоустроен. Должность разнорабочий. Всегда с желанием выполняет любую работу с большой отдачей. Вот кого-то он это делает для себя, а не просто по просьбе работодателя. Он выполняет эту работу. Благодаря такому рвению зарплата Александра достигает иногда 30 тысяч рублей. Волокжанин снимает квартиру и периодически посещает врача. Самое главное – наличие внутреннего потенциала у этого человека. И если рядом есть люди, готовые помочь, готовые участливо относиться к его судьбе, все это реально. История Александра не единична. Удачно трудоустроиться вопреки недугу удалось 185 волокжанам. Только это капля в море. Свой шанс быть, как все, хотят получить еще около 4 тысяч инвалидов с психическим расстройством. Павел Громов, Алексей Романов. Специально для программы новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова